Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Начинается лето. Надеемся, что оно будет более длительное и захватит ещё сентябрь. Я тут встречалась с москвичами на выходных и рассказывала про то, как мы счастливы, что у нас наконец-то лет. Мы с счастьем живём просто. Да, они говорят, а в Москве уже недели две как стоит эта погода. И смотришь на москвичей и думаешь, и опять всё в Москву. Да, я подготовила целый ряд вопросов. Естественно, будет очень много вопросов, связанных с предвыборной кампанией, поскольку... Потому что выборы? Поскольку выборы, поскольку каждый день мы это обсуждаем и в дневных разворотах, и в особых мнениях, и на кухнях, и на улицах, и везде. И вот во второй части сегодняшнего дневного разворота, не знаю, слушали ли вы её, но мы обсуждали новость, которая связана с заявлением правительства, что через пять лет жители области увидят перемены к лучшему. Такое заявление сделало правительство на своём сайте. Там есть специальный раздел правительства о главном, где они пишут о своих планах, достижениях. И, кстати говоря, нам очень нравится этот раздел. Он такой, правильно, что сделали, мы что-то узнаём про правительство из этого раздела, о том, что они думают. Так вот, что думают правительства. Они говорят в разделе правительства о главном. Обещают комфортные условия жизни, достойных зарплат и качественных дорог. Это я цитирую по сайту хакиров.ру. В то же время надеются, что изменится и общий настрой самих жителей региона. В последнее время, по наблюдению чиновников, несмотря на положительные перемены по многим направлениям, основная часть населения всё так же пессимистична. Это связывает с тем, что изменений к лучшему кировчане не видели уже много лет. Поэтому все позитивные события теперь воспринимаются оговоркой, несмотря на ремонт поликлиник, недовольной нехваткой врачей, про только что положенный асфальт. Говорят, что он сойдёт с первым снегом. И не поспоришь? Что он сойдёт с первым снегом? Можно поспорить. И с тем, что недовольны, и что сходят с первым снегом? Ну, во-первых, я не думал, что кто-то из правительства скажет, что новая команда в течение пяти лет не создал снова рай на земле. Как бы кировское чудо. Вот есть сингапурское чудо. Вот я сейчас с книжкой пришёл, Ликон Ютон. А как раз сейчас подходит, что можно создать, оказывается, ещё кировское чудо. И люди, которые приехали работать в нашу область, и которые видят, что это чудо буквально будет в течение пяти лет, проблема возникает только у них одна, что они-то готовы чудо создать. И, судя по их заявлению, они опять винят во всём кировчан, что они очень плохо настроены вообще к власти и к жизни. И вероятность того, что если через пять лет это чудо не свершится, то в этом будут виноваты, конечно, кировчане. Про эти чудеса я не раз слышал с 2006 года, когда я стал депутатом ЗАГС Собрания. У нас очень часто были вот эти всякие прекрасные истории. И, если мне память не изменяет, в 2009 году, по-моему, ещё уже при Белыхе или при Николая Ивановича Шаклеяне, не помню сейчас, как раз была принята программа развития Кировской области до 2016 года, где там были уникальные вещи, просто фантастические. И когда я задал вопрос, а вы уверены, что средняя заработная оплата в Кировской области в 2016 году уже будет 92 тысячи рублей? А что, была такая цифра? Да, была такая цифра, да. Я же там не говорю про другие показатели, да. На меня посмотрели и сказали, вы можете даже в этом не сомневаться. И тогда этот вопрос докладывал, по-моему, первый замгубернатора Эдуард Носков. Вот сейчас хочется спросить там. И очень уверенно докладывал, и обвинил нас всех, что мы ставим под сомнение очень благие намерения. Значит, ну вот сегодня я смотрел последние данные, которые Росстат опубликовал. Средняя зарплата в Кировской области 24 тысячи. Значит, ну 96, конечно, просто не дотягиваем в пять раз. То, наверное, здесь не надо обижаться на новое руководство, которое говорит о том, что они создадут, конечно, Кировское чудо на территории Кировской области. Ну, нам только надо всем подождать, набраться воздуха поглубже и ждать пять лет. Ну, надо сказать, что временно исполняющий обязанности, он же кандидат в губернаторы Кировской области Игорь Васильев, таких обещаний не дает. Я имею в виду, что он не называет цифру свыше 90 тысяч рублей в качестве средней зарплаты. Он просто сказал, что все будет жить гораздо лучше. Он сказал нет. Он говорит конкретные вещи. В частности, например, приводя зарплаты врачей, он говорит, что врачи будут получать от 50 тысяч, средний и младший медперсонал от 25 тысяч рублей, а также в планах повысить на 20% зарплату. Я так понимаю, как раз вот эти 24 тысячи, которые вы назвали, плюс 20%. Ну и увеличить количество рабочих мест. Вот эти цифры, они реальные? По крайней мере, близки к реальности? Все-таки, если средняя зарплата 24, то сможет ли персонал на 25 вполне? Если ты спрашиваешь заявление губернатора, там Леврио, как сегодня его еще называть, то для него, наверное, они какие-то реальные. Если ты спрашиваешь лично меня, ну это та же самая история, там где 96, там и 50. То просто для того, чтобы... А врачи сейчас меньше 50? Ну вот смотри, буквально официальные данные. Там общая статистика идет, а средняя, вот у нас средняя в области 24 233. Это вот сегодня только повесили там на сайте. Так, ниже среднего уровня получают работники здравоохранения и соцуслуг 22 226 рублей. Образование 20 800. Области культуры, спорта, организации, досуга и развлечений 18 696. Меньше всего получают сотрудники гостиницы и предприятий общепита 15 874. Да, то вот даже если мы говорим о здравоохранении, и тут средняя, то она должна практически возрасти в два с половиной раза. Ну не в два с половиной. Ну в два. Да, да, меньше. Ну как, 22 тысячи, а ты говоришь 50. 25, это младший персонал, а 50 врачей. Ведь там общий медперсонал прибедет. Там общий, там написано, там не написано. Но все-таки они больше похожи на реальность, судя по всему, чем заявление 2006 года. Ну смотри, что хочу... Это было заявление, по-моему, 2008 года. Значит, хочу что сказать. Конечно, мы бы были все очень этому рады, и мы с вами четко понимаем, что чем как бы быстрее растет доходы населения, их жизненный уровень, тем всем от этого легче и лучше. Это значит, работает бизнес, это работают предприятия, это, в общем-то, работа торговли и все прочее. Высокий уровень доходов населения – это главный фактор роста экономики. Да, и все страны, в том числе Китай, они всегда стоят на том, что население должно быть богатым, потому что они дают внутренний валовый продукт. Значит, мы сегодня говорим, что если эти показатели будут, ну это на самом деле прекрасно, я буду рад очень за тех людей, которые на самом деле работают в системе здравоохранения, образования и все прочее, потому что, на мой взгляд, сегодняшние их цифры, конечно, не соответствуют жизненному уровню сегодня и проживанию вот этих людей. Значит, надо задать следующий вопрос, а на основании чего? Мы сегодня говорим о том, что, кто бы сегодня ни кричал и ни говорил, мы сегодня находимся там в экономическом кризисе. Когда этот экономический кризис закончится, на самом деле никто не знает. На ближайшие два года федеральный бюджет будет формироваться с дефицитом. Значит, то в данном случае главная такая большая доильная корова, она фактически уходит в формат того, что она не так много будет давать молока, потому что у них тоже дефицит. Значит, экономика в Кировской области, хочу сказать, что вот последние все показатели показывают, что ситуация с малым и средним бизнесом очень тяжелая. Да, как бы торговля тоже практически падает. Значит, предприятия в основном дают небольшой рост, и то это предприятия оборонной промышленности. Значит, все остальное стоит. Стоит главная отрасль строительная. Для Кировской области и для города Кирова очень важная отрасль, потому что там очень много смежников. То вот если все как бы взять во внимание, а с чего так вырастут зарплаты, и с чего областной бюджет сможет эти деньги платить. А вот это надо читать просто подробно программу кандидатов-губернаторы, потому что он там как раз, я имею в виду Игоря Васильева, раз уж мы оттолкнулись от его заявления о зарплатах, там подробно расписывает. Ну и, кстати говоря, кандидаты начали ведь губернаторы уже предвыборные дебаты и представления своих программ. Программы все выложены. Кто на что опирается, кто на 10 сталинских ударов, кто на поднятие промышленности, кто комплексную программу предлагает, такую комплексную программу предлагает как раз программа Игоря Васильева, например. Но интересно то, что, как мне кажется, а вы сейчас, может быть, разобьете просто мои представления, что то самое население, которое вечно недовольно, что бы для них хорошего не сделано, в этих программах не очень разбирается. Потому что вот дебаты, которые начались по телевидению, на ГТРК «Вятка», в которых не участвует Игорь Васильев почему-то, я не знаю, это официальные заявления не сделаны. Он роликами прокручивает. Ролики дублируют посылы баннеров, которые висят по всему городу сейчас. Вот мы сделали столько-то поликлини. О них можно особо разговаривать. Лесная отрасль растет. Да. А до этого, значит, проходят дебаты. Я вот видела, например, дебаты представителей коммунистов России и представителей ЛДПР, которые там каждый свое что-то такое говорил. Вот Игорь Васильев там не присутствует. Во-первых, я не знаю, успел ли ты оценить программы кандидатов комплексно. Свет, я отношусь к 99% жителей города Кира, которые не читают программы. А почему? Это удивительно. Ведь ты же любишь цифры, ты любишь долг, ты любишь планы. А там нет цифров. Там цифров нет. Там есть план действий и просто чисто формальное. Вот сегодня у нас по закону каждая партия, которая куда-то выдвигается, должна представить свою программу. Значит, какую программу, про что программу. Вот они пишут все, про чистки одно и то же совместно, все эти программы. Но про эти программы буквально на следующий день после окончания выборов все дружно забывают. Значит, нет никаких реальных программ, нет никаких понятных вещей. И на самом деле, я тебе говорю, что мы слушали там каждый год по посланию губернаторов, где там говорилось там социально-экономическое развитие Кировской области, где там бухты, ахты, и все мы будем скоро космонавты там. И ни разу практически ничего это не исполнялось. И это просто игра цифр, игра слов. Я так понимаю, что вот твое отношение ко всему... У меня очень спокойно к этому отношение, я просто не засоряю себе голову и не читаю. Я так понимаю, что недоверие власти, оно такое тотальное, глобальное у тебя. Не только к местной, но и к федеральной. Я не могу оценить федеральную, потому что, в общем-то, мы так немножко далековато от нее. Ну, раз ты так обещания оцениваешь... Ну, слушайте, если мы возьмем, прочитаем там 2003-го и 2006-го года программу «Единая Россия», которая обещала нам уже к 2015-му году там чуть ли не рай на земле. И, в общем-то... Кризис мировой. Кризис, да, наступил, и тут все рухнуло. Значит, то в данном случае я не думаю, что это очень так важно. И, в первую очередь, наверное, даже сами кандидаты их, наверное, вряд ли читают. Их, вернее всего, что готовят какие-то специальные люди. Краткую оценку выборной кампании и губернаторской гонки попрошу тебя дать после короткого перерыва. Да, хорошо. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». Его сегодня представляет депутат Законодательного собрания 4-го и 5-го созывов Дмитрий Русских. У микрофона для вас работает Светлана Занько. Ну, вот всю первую часть программы Дмитрий Михайлович выражал недоверие, я бы сказала, действующей власти. Я не недоверие. Я свою точку зрения говорю. В отношении, хорошо, осторожное недоверие в отношении их предвыборных обещаний. Нет, я наоборот говорю о том, что нам бы хотелось уже каких-то дел увидеть и услышать, чтобы нам было приятно, что мы пришли, проголосовали за человека и увидели результат. Хорошо. В данном случае бросать вот эти все вещи, для меня вообще хватило бы двух слов. Любой бы кандидат в губернаторы сказал бы, что я не буду ни врать, ни воровать. И в принципе, для меня это было бы вполне... Разве они говорят, что я собираюсь врать и воровать? Нет, нет. Само собой, разумеется. Подожди, мы говорим о том, что есть некоторые вещи, которые коротко и ясно. То в данном случае мы с вами должны четко понимать, что человек, который избирается на губернаторский пост, если мы сейчас его обсуждаем, он уже должен однозначно и просто без сомнений сделать все так, чтобы именно те люди, которые его выбирают, они однозначно за пять лет его работы увидели плод его труду. Ну, это все равно дело будущего, а уж раз зашла речь о том, что человек сделал, например, то это можно судить, например, об этой работе можно судить по визиту замминистра образования России Ирины Кузнецовой, который состоял 17 августа, на минуточку, это очень важно. В это время состоялся педсовет областной, где присутствовало 400 учителей. И один из вопросов, который там докладывался о зарплатах учителей, который подавался в позитивном смысле, что у нас достаточно высокий уровень зарплаты учителей. И этот постулат, это утверждение нашего правительства Кузнецова таким образом комментировало. Когда мы говорим о самом сложном вопросе на педсовете, о заработной плате, не было негативной реакции зала. Это очень важно. Это значит, что область уделяет достаточное внимание реализации майских указов. Есть регионы, где ситуация гораздо более острая, при том, что в Кировской области сложно с бюджетом, все равно идет реализация майских указов. Я правильно понимаю, что ты хочешь сказать, что наши все учителя, которые работают в системе образования, довольны своими зарплатами? Судя по реакции 400 учителей, которые присутствовали на педсовете региональном, когда докладывают, что у них такие-то, такие-то зарплаты, никто не был возмущен, это значит, что у нас хорошая зарплата. Хорошо, смотри, мы сейчас с тобой читали ту таблицу, которую делал Росстат. Я не знаю, это значит, что у нас хорошая зарплата, или важнее, что исполняются майские указы? Смотрите, образование 20 800, это средняя зарплата, это с руководством, тех учреждений образования, которые там работают. На самом деле, если взять там среднюю, она гораздо ниже. У меня очень много родственников и знакомых работают в системе образования, но нет там никаких таких больших зарплат, и, в общем-то, приходится принимать очень много смены и брать дополнительную работу для того, чтобы хотя бы выйти на какие-то там совсем понятные цифры, там 18-20 тысяч. Значит, почему все промолчали? А ты скажи, а кто бы встал в зале из 400 человек? А я думаю, что там в основном был руководящий состав, не просто учителя и преподаватели там, да? И взяли бы и сказали, нет, мы недовольны, мы очень плохо. Когда Кузнецова говорит, что есть регионы, где ситуации гораздо более острые, она говорит о тех регионах, где педагоги стоят и говорят? Ну, значит, мы с тобой можем две вещи подать. Или наши очень сильно боятся, что их так запугали, что они уже боятся даже просто дышать на этих совещаниях. Или ни на что не верят? Или их на самом деле все устраивает, и они считают, что, в общем-то, такая зарплата, которую сегодня они получают, она, в принципе, соответствует ихним запросам и ихнему труду. Значит, но, вот смотри, есть очень интересная вещь, я вот буквально вот, мы сейчас нашли. Вот, я сразу обращаюсь к словам Дмитрия Анатольевича Медведева, нашего премьер-министра, лидера партии «Единая Россия». Быть учителем – это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных смех, где можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Мы помним этот результат. А что сейчас обсуждать? То, в принципе, как бы, если вас не устраивает ваша зарплата, а мы считаем, власть так считает, что она в Кировской области очень большая, то вы можете или работать за такую прекрасную большую зарплату, а если вам не нравится, вы и ходите в бизнес и занимаетесь бизнесом. Это призвание быть учителем. А то, что у нас сегодня учитель получает в среднем 20 тысяч, а любой чиновник, который прекрасно рассказывает нам про светлое будущее, минимум 100, депутат Госдумы почти 400 и так далее, то, наверное, в рамках вот этих всех цифр учитель меньше всех работает, меньше всех зарабатывает. То есть вам хотелось бы поменять местами депутата Госдумы и учителя? Конечно, я бы поменял. Все учителя по 400 тысяч, а депутаты по 20? А как в развитых странах, когда мы говорим, что учителя получают значительно больше многих чиновников своей зарплаты? Точно так же, как и врачи. Но, извините, мы тогда куда движемся-то, вперед или назад? Что сегодня такое система образования? Это движение вперед, это будущее нашей страны, это подготовка молодого поколения в новую жизнь. От образовательной системы зависит все. Я могу тут тебе так же зачитать по этому же поводу высказывания Владимира Ильича Ленина в 1913 году. Нет, давайте мы ограничимся сегодня уже прозвучавшими цитатами. И я хотела бы вернуться к вопросу, который задавала до перерыва. Все-таки краткая оценка предвыборной гонки за губернаторское место. Как выглядит сейчас эта кампания? Светлана, мне как бы все понятно, как и большинство жителей Кировской области. Это никакая не гонка, это создание видимости выборной кампании губернатора. Там все уже определено, и все сегодня даже люди, которые ходят по городу, они и так уже знают, кто победит. Потому что как бы сильных кандидатов не пустили или напугали. Значит, кого-то... Как можно напугать сильного кандидата? Сильного кандидата очень много можно. Нет, я и говорю, что сильного не пустили, кого-то напугали, кому-то попросили. И вот в таких форматах вывели четырех кандидатов. Фактически из них три технических... Что они договорились между собой? Нет, они не договорились, они просто как бы действуют в рамках тех условий, которые созданы на федеральном уровне. Потому что... То есть они заранее знают свои роли? Конечно, и проценты, я думаю, свои знают. В Рио же не может сам с собой соревноваться, да? Ему все равно нужны какие-то соперники. Вот соперников ему определили. И я еще удивляюсь, как пустили Сергея Павлевича Мамайма. Видимо, посмотрели все-таки его рейтинги и посчитали, что он не так опасен, как им кажется или как ему кажется. То в данном случае хорошо, что еще вчетвером, а не втроем. Хорошо, перейдем тогда к избирательной кампании в Кировскую городскую думу. Здесь, как отмечают некоторые эксперты, все поживее. Здесь вроде бы видна какая-то конкуренция. И здесь происходит интересное событие. В частности, мы обсуждаем заявление господина Сураева Василия Куприяновича о том, что он хочет, избравшись в депутаты, заявиться на мэра города. Мало того, он говорит в своем интервью... Не на мэра, а на главу города. На главу города. Тут же есть некоторые товарищи, которые постоянно... На второго главу города. Ну хорошо. И мало того, он говорит в своем интервью, почему он собирается это сделать. Кто-то поддерживает эту позицию и говорит, как, например, Алексей Кузьмин, который здесь был, или Ян Чепотарев, которые говорят, что это хорошо, что человек заявляет конкретно свою позицию, свои намерения, о чем он собирается заниматься. А кто-то, как здесь в четверг заявил Роман Титов, заместитель председателя законодательного собрания Кировской области, говорит, что эти заявления преждевременные, и не лучше ли сначала избраться, а потом уже о своих, значит, мэрских амбициях, извини, что я так называю... Кто-то же должен быть мэром в этом городе, в конце концов. Да, конечно. За 10 лет не было даже мэр. О своих мэрских амбициях заявлять. Чувствуешь, да, какая игра слов получается. Мало того, он раскритиковал Василия Куприяныча и заподозрил его... В политизированности. В политизированности. И вообще не понимает, зачем успешный бизнесмен идет на низкую зарплату в Гурдуму. Так вот, мне бы хотелось, чтобы ты прокомментировал подобные заявления и поступки. И вообще, правильно ли делают те кандидаты в депутаты Гурдумы, которые заранее открыто заявляют о том, что конкретно они собираются делать. Не общими фразами, как это обычно бывает, улучшить, углубить, расширить. А просто сказать, я готов. Ну, смотри, на самом деле, Света, я считаю, что заявление очень смелое. То, что ты говоришь, что там гораздо на низком уровне на выборах Гурдумы, гораздо все веселее и интереснее, ну, это факт. Чем губернаторские мы говорим. Да, конечно, потому что там все понятно и предсказуемо. Здесь ситуация немножко совершенно другая. И с выступлением, и вот именно то, что сказал Василий Куприяныч, значит, конечно, ситуация становится еще более интересней, потому что если бы этого не было, было бы вообще все печально и скучно, потому что, в принципе, выборную кампанию практически не видно. Ну, а я тебе скажу, почему. Потому что у кого-то нет денег, у кого-то нет кандидатов, я имею в виду из партии, кого-то не пустили. А вообще по федеральной установке там выборы по всей стране нужно сушить. Сушить это как? Стараться их сделать менее привлекательными, и чтобы не вызывать большого интереса у населения там. Снизить явку. Снизить явку, да. В принципе, то, что они хотят сделать, и то, что им, в принципе, последние годы удается, потому что те люди, которые, на самом деле, как ты говоришь и говорит правительство Кировской области, постоянно недовольны, да, они, к сожалению, не всегда приходят на избирательные участки, потому что считают, что все решено. Вот на городских выборах, которые сейчас у нас проходят, на самом деле ничего не решено, и все будет зависеть только от нас, от избирателей. Мы придем, и вот этот расклад, он будет очень интересен. Значит, то, что сделал Василий Куприянович, это, ну, я называю там реальной политикой. Да, объясню почему. Потому что если той логике присутствовать, которую сказал господин Титов, всем известный товарищ там, да, значит, как бы, то получается, что он сказал, что политика начинается только с АЗС. Ну, вот если... Совершенно верно. А на муниципальном уровне люди должны заниматься хозяйством. Хозяйством, да. Лучше молчать и на выборы не ходить. То, понятно, я хочу сказать, что сегодня, к радости или к сожалению, во всем мире политика присутствует везде. Потому что от политики очень многое зависит. Значит, на фоне этом, понятно, что если уже так подходить, какая у нас в стране политика, и в том числе там на уровне региональном, муниципальном, это надо спросить как господина Титова. Там, да? Значит, если уже подходить там существенно, то я вообще могу сказать, что у нас в стране вообще нет политики. У нас есть в стране один политик. Мы все его знаем. Это Владимир Владимирович Путин. А больше нет политики. Один политик в стране. То на этом уровне, если мы так к этому подходим, то да, политики нет со стороны. Я поддерживаю Титова, потому что вся политика у Владимира Владимировича. Но если на самом деле спуститься на реальные вещи, то, конечно, чем интереснее и чем лучше заявление тех людей, которые на самом деле в открытую говорят, зачем они идут в городскую думу или там в законодательное собрание, тем интереснее избиратели. И избиратель может уже конкретно выбирать. Мы прервемся сейчас на две минуты. Напоминаю, что вы слушаете особое мнение депутата законодательного собрания 4-го и 5-го созыва Дмитрия Русских. Через две минуты снова в студии. Особое мнение на 101-фм Своё особое мнение сегодня в программе представляет депутат законодательного собрания 4-го и 5-го созыва Дмитрий Русских. У микрофона для вас работает Светлана Занько. Мы говорим о течении выбранной кампании в Кировскую городскую думу и говорим о том, как оценивать те или иные эксперты. А может быть, Дмитрий Михайлович скажет и собственную картину нарисует, как он видит, оценивает это. Просто знакомые жители города Кирова заявления тех людей, которые идут в городскую думу. В частности, мы обсуждали заявление Василия Куприяновича Сураева, что я готов возглавить город. И говорим, что кто-то поддерживает такое заявление и говорит, что наконец-то человек берет на себя ответственность и нам нравится, он хозяин. А кто-то говорит, что ты сначала изберись, дорогой товарищ, ты сначала стань депутатом, а потом уже о своих амбициях заявляй. И кроме того, странно заявлять, что я хочу быть главой, потому что у нас нет прямых выборов ни главы думы, мэра, ни прямых выборов главы администрации. И вообще, и не надо, между прочим, выводить прямые выборы, потому что политика делается, как правильно ты заметил, политика делается наверху. А внизу там люди, где живут, люди обычные. А зачем их спрашивать? Они рабы. Рабов никто не спрашивает. А выборная кампания, в любом случае, это всегда политика. Если бы у нас была... У нас везде светополитика. Даже то, что у нас не хватает детских садов и не хватает школ, это тоже политика. И то, что снег не убирает, это тоже политика. Потому что... То, что строятся детские сады и декларируется строительство школ, это тоже политика. Да. То в данном случае тут идет определенное передергивание. Ну, возвращаясь к заявлению Сураева. Мы сегодня говорим о том, что, в общем-то, пускай кто-то еще возьмет и также точно скажет. Если мы говорим, что у нас идет живая политика, а я за живую политику, чтобы люди конкретно говорили то, что они хотят. А не так, как они там 5-6 человек олигархов собрались с определенными людьми и сами решили, кто поставит нам главу города или главу администрации. И все хлопают в ладоши, а они между собой. А все остальные в сторонке населения стоят и смотрят, как это все происходит. А потом их спрашивают, что они все время недовольны. Да, да. А потом спрашивают, как вы, ребята, вы нас хоть раз об чем-то спросили. Мы делаем, делаем, а вы недовольны все время. А вы недовольны. Вы сколько своим детям сделали, сколько родственникам сделали. И парк продали за 300 тысяч, и коттедж построили, и машину дорогую сыну купили. А вы все недовольны. Ну, понятно, что мы недовольны, потому что в данном случае мы говорим, что вы у нас это все отбираете и своим детям все это друзьям передаете. То в данном случае это хорошее на самом деле заявление, оно, по крайней мере, становится понятным. Если сейчас еще выйдут какие-то кандидаты, и они об этом заявят, это тоже будет интересно. Тогда будет понимать, что какая партия ведет какого кандидата и куда. Это на самом деле живая политика. А вот интересно... Подожди, сейчас закончу. То по рассуждениям Титова, сегодня и кандидаты в губернаторы не должны говорить свои программы. Они должны в программку написать, положить в кармашек. И если их изберут, и они достанут из этого кармашка программку и говорят, вот вы нас избрали, мы сейчас вам все и зачитаем, что мы для вас делаем. То получается, что он сам себе противоречит. А еще больше скажу... Он не противоречит нисколько. Он говорил, что как раз не надо этим заниматься на муниципальном уровне. Надо все отдать в руки олигархов и партии Единой России. Они все распределят. Между прочим, Роман Альбертович сказал... Что он не член партии. Нет. Я не скажу, про членство ничему не говорили. Значит, он говорит, оценивая выборную кампанию в городскую думу, он говорит, что он не видит никакой работы оппозиционных партий в полях, а видит только встречи кандидатов от Единой России во дворах. Вот они работают, он говорит. А оппозиционные, они как-то очень слабо ведут свою работу. Нет встреч никаких с населением. Только иногда, наоборот, они присоединяются. Мы понимаем же, что товарищ, который это говорит, он почти в гуще этой партии. И понятно, что ему все, что говорится и делается в этой партии. Это мило. Он говорит то, что он видит. Да, хорошо. Но я вижу другое. Ты видишь третье, кто-то видит четвертое. Но надо при всем при этом сказать, а как мы хотели видеть реакцию человека, который находится в глубине вот этой партии, которая вообще считает город Киров своей там святой коровой. И какой-то там Сураев посмел заявиться, что он хочет забрать нашу корову, которую мы все вместе успешно доим. Конечно, это невозможно. Вот если ты говоришь сейчас о романе Титове, то я-то как раз не думаю, что он видит Киров как какую-то святую корову. Нет, подожди. Он не он видит, а видит именно то вышестоящего руководства, которым он там, он работает зампредседателя ОЗС. Председателя ОЗС мы все прекрасно понимаем. Бывший глава города Владимир Васильевич Быков, которого так очень любят кировчане там в кавычках, да. То понятно, что он не может говорить те вещи и не может сказать про кандидата, который не представляет партию Единая Россия. Он скажет, что да, вот Василий Куприянович я считаю. Однако. Давайте оставим. Хороший хозяйственник там, да. У него прекрасное предприятие. Он главный налогоплательщик, один из главных в городе Кирове. И как раз господин Титов получает зарплату благодаря как раз вот и в том числе и Василию Куприяновичу. И давать ему оценку там, что он может или не может, это как бы немножко не очень корректно. При всем при этом, весь город знает предприятие, знает Василия Куприяновича. Он намного старше господина Титова. И высказываться в таких точках, я считаю, что просто даже не политкорректно. Если бы сегодня Василий Куприянович это заявил, находясь там, допустим, в партии «Единая Россия», этот же Роман Титов бы кричал, что лучше просто человека нет на земле. Вот она политика. Вот она политика, да. То в данном случае, когда он говорит, что внизу в муниципалитетах нет политики, он сам эту политику пропагандирует. И одновременно кричит, что Перескоков это лучшее, что есть на земле. Ну, говорит. Лучшее, что есть на земле. А вот он справится, ему надо вечно сидеть как главой администрации. А Василий Куприянович, вообще непонятно, зачем он идет и как это он от зарплат отойдет от своих богатых. Я просто хочу сказать, что Василий Куприянович давно во счастье живет, у него все есть. И когда человек принимает такое решение взрослый, с таким опытом жизненным и с таким балансом понимания слов, он ответственно говорит, что значит он идет не деньги зарабатывать, а он идет именно попытаться что-то изменить в нашем городе, который за последние 10 лет реально отстал от всех соседей. Да, и об этом очень многие говорят. Да, достаточно кинуть взгляд просто на ближайшие регионы. Все-таки хотелось бы, чтобы ты прокомментировал историю с предвыборной кампанией партии. Какой? Любой. Я имею в виду городскую думу. Вот, прости, что я возвращаюсь к Титову, но давай больше не будем его обсуждать, а просто говорим, все-таки он сказал, что вот я, говорит, вижу, что представители Единой России, они там громких заявлений не делают, но они работают с людьми во дворах. Они назначают встречи, они с людьми встречаются. А вот представители оппозиционных партий, то есть оппозиция вообще поставила крест на всякой этой работе, их даже и во дворах не видно. Ну, смотрите. Почему так происходит, если так происходит? Ну, это снова легко говорить человеку, который находится в лодке, который плывет по течению. Я проходил на две избирательные кампании от оппозиционной партии, я прекрасно понимаю, что это такое. И когда тебя никуда не пускают, и куда тебе ничего не разрешают, везде за тобой следят, пытаются к чему-то привлечь, к каким-то там судам, что ты неправильно кого-то сфотографировал, куда-то пришел. Это совершенно другая история. Тем более за эти 10 лет, благодаря тому созыву Единая Россия, которая приняла закон, где даже встречаться нельзя с избирателями только на кладбище там, значит, и тут нельзя митинги проводить, там нельзя встречаться, здесь нельзя заходить ни в одно образовательное учреждение, даже близко. То в данном случае, конечно, ситуация, она очень тяжелая. И самое главное, я тебе скажу, я сегодня вижу ситуацию, когда фактически те люди, которые могли бы двигать город вперед, идти в депутаты, это и люди там, общественники известные, и предприниматели среднего и малого бизнеса, у которых там реально в голове все в порядке, которые видят, как можно развивать город, как его двигать вперед. И они не хотят идти сегодня во власть и даже в депутаты. По той причине, ту атмосферу, которую создала Единая Россия за 10 лет именно с теми людьми, которые имеют свою точку зрения, снова на своем опыте там, хочу сказать, что они полностью отбили любое желание людей, которые могут двигать прогресс, заходить и двигать этот прогресс. Но мы-то с тобой ведь знаем, Дим, людей, которые в Единой России состоят, которые еще там 3-5 лет назад, да даже пару лет назад, прекрасно, активно высказывали, свою точку зрения отстаивали, даже спорили, даже в этой студии. И где они сейчас? А что случилось? А куда они ушли-то все? Их уже там практически не осталось. Я просидел два созыва в ЗАГС собраний. Я видел, как вроде бы на словах те люди, которые представляют фракцию Единая Россия, там соглашались. Были же толковые, есть толковые люди. Были, но они всегда молчали. Вот понимаешь, вот вся беда в том, что они или боятся, или молчат. А зачем? У них в принципе все хорошо, и идти там на конфликт с руководством никакого смысла не имеет. То вот сегодня та поляна, которая всегда существовала там даже в городе, и был интерес, допустим, каких-то людей активных заходить и двигать это в городе вперед, значит, она практически вся выжжет. И сегодня мы видим, что интереса никакого нет. При всем при этом административный ресурс у одной партии, деньги у одной партии, возможности у одной партии. А слушаешь вас, Дмитрий Михайлович, и не пойдешь на выборы. Какой толк-то? Нет, на выборы надо идти по-любому, потому что рано или поздно мы все равно как бы придем к тому, что все равно все зависит от нас. Но кто-то этим очень хорошо пользоваться, когда мы с вами говорим, да от нас ничего не зависит, и мы никуда не идем. И когда мне куча людей подходит и говорят, слушай, а неужели думаешь, что Сураев пойдет? Я говорю, ну, слушайте, я так же, как и вы, слышал его выступление, я слышал, что он сказал. Но он сказал следующее, что если так получится, и ему будет предложено, и партии оппозиционные наберут тот процент, который необходим им для того, он готов пойти и возглавить город. Ну, что он такого сказал, что вот сегодня там у кого-то аж от этого там мурашки по коже идут? Он просто сказал, что он готов. И я знаю, что если Василий Купрямов сказал, он обратно уже не отступит. А если бы такое сказали еще 2, 3, 4, 5 человек? Это было бы еще интереснее. Пускай от Единой России скажет нам, допустим, Валерий Васильевич Крепостнов. Но по логике, допустим, этого же Титова, а зачем это Владимир Валерий Васильевич пойдет, если у него такая большая зарплата? Или там кто-то от ЛДПР скажет, пускай Жилиновский скажет, допустим, что я к вам приеду. Ну и эту Москву. Да, ну и Москву. Я сейчас покажу, какая может быть страна. В преддверии президентских выборов я сейчас вот стану главой города Кирова, и сразу вы увидите, что я могу и что я умею. Но это было бы еще интереснее. И тогда бы, конечно, сегодняшние избиратели в городе Кирове бы гораздо активнее пошли на избирательные участки, потому что им на самом деле было бы понятно, за кого они голосуют, и кто может привести, какая партия какого кандидата. А у нас последние годы все потихонечку. Понятно, что вот депутатов избрали, они там что-то собрались, взяли и избрали, и мы сидим сегодня смотрим на это. — Скажи мне, пожалуйста, почему так страшно вернуть прямые выборы мэров? — Потому что... — Почему? Ведь когда... И мало того, почему уходят эти люди действительно от открытых дебатов, все, кто идут сейчас на выборы, от открытых выступлений в СМИ, прежде всего, широко освещаемые. Не где-то в кулуарах собрать собрание, а потом написать пресс-релиз, чтобы тут программу свою показали, что вот и там идут, а широкие, хорошо освещаемые дебаты, чтобы человек стоял на кафедре, да, чтобы он отставил свою позицию, чтобы отвечал напрямую на вопросы, и чтобы люди, население, как мы его называем, эти вопросы напрямую задавали и пробовали в том числе на слабо. Ты как, чувак, ты потянешь наш город, нашу область? — А вот это, Свет, на мой взгляд, это говорит о слабости именно той стороны, которая не ходит на эти дебаты и не хочет ни с кем разговаривать. Им гораздо проще вот проводить такие выборы, когда они сами все в пятером-шестером решают. Кировчан, они стоят уже в известность, когда уже все избраны, и говорят, что вы радуетесь жизни, что мы вообще работаем. Ведь Титов сказал, что кто пойдет на такую работу, там, временем своим, там, потратиться, здоровье, там, все прочее. Они изначально уже нам говорят, что желающих работать в городе нет. А вот Василий Куприянчев сказал, что вот я один из желающих, давайте еще трех желающих, давайте пускай там Владыкин этот же скажет, или кто-то еще придет и скажет, что я готов. Тогда мы будем сами сидеть и выбирать, кто у нас сегодня больше подходит на эту должность. А в данном случае, когда мы говорим о том, что у нас нет политики, ну, есть у нас политика. И она есть. Просто многие очень люди не хотят этой политики, чтобы она распространялась на население, на жителей города. А люди-то, как ты думаешь, вот по ощущениям, а люди-то готовы сейчас уже брать на себя ответственность и участвовать в этой политике? Или все-таки вот то, что отмечают власти, пессимизм и пассивность такая, да, она берет вверх? Знаешь, Свет, рано или поздно это все заканчивается. Вот понимаешь, вот когда ты попадаешь в уныние, после него бывает плохой выход из этого уныния. То в данном случае лучше сейчас людей раскачивать и на то, чтобы там дать возможность выбирать самим губернаторов, губернаторов, мэра там, все прочее. В этом случае им гораздо было бы проще вернуться именно в живую политику, когда они знают, что от них очень многое что зависит. Но так все-таки 15 секунд остается. Какое сейчас настроение по твоим ощущениям у людей? Настроение мы увидим 10 сентября. Ждать осталось недолго. Да, я думаю, что... И есть время еще сделать заявление о готовности стать мэром. Да, и пускай еще сделают 3-4, мы их обсудим. Так что надеюсь, что все у нас будет хорошо и не надо сегодня списывать кировчан. Мне кажется, у нас очень прекрасные люди и они сами разберутся, кто им нужен, а кто им не нужен. Это был Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания 4-го и 5-го созывов. У микрофона для вас работала Светлана Заньков. Всем хорошего дня. Спасибо. Всего хорошего.